Продолжение следует... В нашей программе мы поднимаем те или иные проблемы, которые волнуют наше общество. Сегодня у нас в гостях председатель общественного объединения детей-инвалидов Мируэт Санкаева. И хочется отметить, что в Западно-Казахстанской области живут более 10 тысяч детей-инвалидов. 2760 из них имеют статус инвалида. Говорят, что дети все-таки это цветы жизни, но многие из них благодаря своему заболеванию оказываются прикованными к постели. Скажите, Мираеда Булатовна, насколько эта проблема стала все-таки пользоваться вниманием наших исполнительных органов? Насколько стали чаще об этом говорить и обращать внимание на проблемы и детей, и их родителей? Ну, во-первых, я, Роман, хотела поблагодарить вас за то, что вы дали возможность выступить именно в программе «На чистоту», потому что эта тема детей с особыми потребностями, наверное, знаете, злободневна. Ну, если говорить, мы сегодня все-таки решили говорить о детях, которые имеют аутичный спектр, потому что 2 апреля проходил Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Почему об этой болезни стали говорить? Ну, вот, если даже вот ваши, ну, пусть молодость взять, студенческие годы, то вы практически не слышали об этом заболевании, да? А сейчас их по Казахстану более 30 тысяч. Это огромная сумма, огромная численность детей, которые страдают именно этим спектром. То есть эти дети ходят, разговаривают, вполне ведут обычный образ жизни, но они все равно больны, так? Ну, я бы не сказала, что так, да. Если внешне говорить, дети ДЦП имеют физические нарушения. Их видно сразу, да, по физическим каким-то, ну, каким-то физическим нарушениям. А вот детей с аутичным спектром, практически их невозможно отличить от здоровых детей. Но именно психологическое какое-то нарушение социальной сферы, коммуникативных навыков, они выдают это. Дети-аутисты, они очень немного странны для окружающих. Они могут биться головой, могут быть гиперактивны или, наоборот, слишком спокойны. Они могут стереотипные движения делать. Это вот то, что выдает их. Многие не говорят совсем или повторяют одни и те же слова, выстраивают одни и те же предметы, игрушки. И вот именно это и насторожить должно и родителей. А скажите, сейчас в современный мир появляются компьютеры, появляются различные коммуникации. Вот связано ли увеличение или уменьшение количества детей? Или оно со временем не меняется в зависимости от внешних факторов? Ну, если вот говорить о этой теме, которая вот в сфере того вопроса, который вы сейчас задали, то я, мама, имеющая такого ребенка, хотела бы сказать, вот моему ребенку 19 лет. В 2004 году их практически было в области 4 ребенка. 4 ребенка. Сейчас на учете в ПМПК стоит 178 детей. К нам в центр уже обратилось почти 500 детей, которые именно родители уже почувствовали, что нужно обратиться к специалистам. И это говорит о многом. Что нужно, на что обратить внимание, в первую очередь вызывает подозрения в поведении детей. Со скольки лет проявляются какие-либо изменения в поведении? Ну, сегодня я, конечно, не хотела бы говорить такими, знаете, штампованными медицинскими терминами, что такое аутизм. Потому что это нетрудно. В интернете можно загуглить и все прочитать практически. Но когда родители говорят то, что ребенок замкнут, он уходит в себя. Он практически не хочет общаться со сверстниками. Он не играет так же с игрушками, как и все дети. Он практически может обходиться без родителей, без их общения, без их объятий. Не отзывается на свое имя. Не любит смотреть глаза в глаза. Повторяет одни и те же звуки и слова. Выстраивает одни и те же игрушки или предметы, любые спички. Вот мой ребенок спички выстраивал. Рисовал одни и те же кружочки. Вот это и должно насторожить родителей. В августе, в мае 2018 года в Уральске был открыт аутизм-центр Асылмирас. Он начал работу в партнерстве с западно-казахстанским областным общественным объединением Батирек, которое вы возглавляете. И я знаю, что вам оказали огромную помощь. Это фонд именно Булата Утимуратова. Скажите, как вы познакомились, как удалось добиться реализации такого масштабного проекта? В 2015 году, если я не ошибаюсь, то фонд Булата Утимуратова начал открытие по Казахстану аутизм-центров. Это центры, где непосредственно работали с детьми аутичного спектра. Я была на семинарах на этих международных и наблюдала, как открылись центры первые, это Алматы, Астана, естественно, потом открылись в Казаларде, Усть-Каменогорске. И уже они решили, что эти сети аутизм-центров они не будут открывать, а только передавать те программы, которые необходимы в коррекции этих детей. Я выступала на международной конференции, и я там лично увидела учредителя этого фонда и начала говорить о том, что эта тема тоже злободенна для нас, потому что я имею такого ребенка. Я знаю, насколько это трудно родителям, но в то время практически ничего невозможно было найти для своих детей. Но мы получили отказ, потому что они в четырех городах открыли, и дальше они решили просто передавать как по франшизе. Но таких возможностей тоже у нас не было. Когда я вернулась, я обратилась в Акимат, все-таки, чтобы они тоже проявили какую-то инициативу. Я благодарна Иалтасе Георгиевичу, потому что он поддержал эту идею и лично обратился к Булату Тимуратову. И нам повезло, что первым шагом было, что мы приобрели программу. Программа авторская по АДЭС и ЭБОС, которая стоит 7 миллионов 240. Только сама авторская программа, по которой должны обучаться дети. И первым шагом было, мы приобрели эту программу. И вот в мае мы уже говорили о том, что уже и Акимат был заинтересован в этом, и по инициативе Акима области у нас открылся центр АСЛМИРАС. Мират Булатановна, сколько я работаю на телевидении, столько я вас знаю. И сколько я вас знаю, вы занимаетесь именно проблемами детей-инвалидов. Скажите, если бы не было вас, кто бы еще на самых верхах поднимал бы эту проблему? Есть ли у нас активные тоже общественники, которые именно занимаются этой проблемой? Что же все-таки меняется за последние годы? Ну, если говорить, знаете, о 2004 году, когда появилась проблема у моего ребенка, то, знаете, когда сейчас родители жалуются, говорят, я им вообще говорю, это даже стыдно. Потому что сейчас, если родитель хочет заниматься, он найдет любые способы помочь своему ребенку. У нас есть инклюзивные классы, у нас есть инклюзивные кабинеты при дошкольных учреждениях практически во всех. У нас есть коррекционные классы, диагностические классы, есть кабинет коррекции. Раньше этого практически ничего не было. То есть вот те 15 лет ушли на то, чтобы достучаться до самых верхов и дойти почти до каждого учебного заведения? Да, да. В области развития инклюзивы у нас, наша область развивается, занимает одно из ведущих мест по всему Казахстану. Хорошо, давайте продолжим. И все-таки вы возглавляете общественное объединение детей-инвалидов Батирек. Это более широкий спектр. Сколько уже у нас на данный момент детей нуждается в помощи, в коррекции? И необходимость ли созрела? Вы всегда поднимаете, ставите вопрос создания реабилитационного центра. Я знаю, что многие дети даже с ДЦП едут в Самару, едут в приграничные города Российской Федерации, чтобы помочь с реабилитацией своих малышей. Вот где можно получить квалифицированную помощь из Уральска, куда нужно выезжать в самые ближайшие регионы? Ну, знаете, сейчас практически по Казахстану можно получить хорошую помощь. Я говорю, если бы я этого не знала, то если вот говорить, да, у меня тоже были такие позывы, что я искала, ну как волшебную таблетку, что ли, чтобы вылечить ребенка. Я была в Питере и в Москве, я и была по линии министерства и в Литве. Но всем родителям нужно понять, что коррекции нужно искать у себя на месте, потому что тот временной период, который вы будете в поисках вот этого волшебного какого-то излечения, оно будет потеряно. Потому что я знаю многих родителей, которые ездили в Китай и, ну как, не скажу, что убивали время такое драгоценное самое, но они по 15 раз, например, проходили операции по пересадке стволовых клеток, но результат нулевый. Вы понимаете, просто так вливая или давая детям таблетки, невозможно добиться никакого результата, даже с детьми с ДЦБ. С ними надо систематически, долго и хорошо заниматься, потому что только коррекция может помочь. Если, например, ваш ребенок не умеет есть по каким-то физическим таким нарушениям, вы как считаете, давая им таблетки, он сможет это сделать? Вот вы. Естественно, нет. Там нужно и подключать педагогическую коррекцию. А многие родители это не понимают, и вот такое драгоценное время уходит. 26 90 77, телефон прямого эфира, программа «Частоту». Вы всегда можете присоединиться к нашей дискуссии, задав интересующий вас вопрос. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Мироид Булатана Санкаева. Она возглавляет общественное объединение детей-инвалидов Батирек. И давайте продолжим. Я узнал недавно, что синие шары – это является непременным атрибутом детей, болеющих именно этим, страдающих заболеванием, аутизм. Но также с недавних пор тоже в социальных сетях я знаю, что эти же шары ассоциируют с ДВК, которая является запрещенной организацией. И вот скажите, как удается синие шары у нас сегодня под запретом? Могут ли люди использовать? Вот разъясните ситуацию, что такое все-таки этот атрибут, символ чего? Его так называемый синий шар, который воздушный шар, для меня он является символом все-таки красоты, яркости, веселья. А что же сейчас на данный момент? Знаете, эту традицию мы все-таки и не прекращали, и продолжаем ее. 2 апреля, мы уже говорили, это день аутичных детей, распространение информации. А детей-аутистов называют детьми дождя. А дождь, естественно, он голубого-синего цвета. И в этот день родители объединялись со своими детьми и проводили акцию «Окрасим небо синим», чтобы люди видели. И знаете, какое большое количество шаров мы запускали и синего цвета использовали, чтобы люди хотя бы обращали на это внимание. И это было в самом деле. Я думаю, что это как-то некрасиво со стороны оппозиционной партии использовать именно это. Они взяли тоже для себя синий цвет. И вы понимаете, окрасить синий цвет это не значит, я думаю, что люди, наверное, не настолько глупы, чтобы ассоциировать с политикой какой-то. Конечно, это цвет воздуха, цвет воды, цвет, наверное, энергии какой-то, цвет, ну, пусть открытости, чистоты. И то есть свободы. И я думаю, что он останется все равно за нашими детьми. Хорошо, спасибо. Давайте все-таки поговорим о том, что многие местные предприниматели, я знаю, что он также является инвалидом, начал помогать в реабилитации детей-инвалидов, выпуская различные приспособления. Вот скажите, как они опробировались? Почему придумали, что вот именно вертикализаторы могут помочь в лечении детей больных ДЦП? Скажите, сколько уже поступило все-таки в ваше общественное объединение? Применяются ли они на практике? Ну, если говорить вы о Биржане Моряковиче, то, конечно, мы используем тоже. Да, я говорил о Биржане Кожакове, который вот на своем предприятии именно выпускает такие приспособления. Насколько они помогают, насколько они важны, нужны? Конечно, он замечательный человек, который он, ну, знаете, имея какие-то недуги, все равно старается, выдумывает, идейный очень. Единственное, что каждый раз я ему напоминаю, что делая что-то, всегда ты должен взаимодействовать с теми, кому это нужно. Потому что мало ли какой вам костюм, да, но я же не могу гадать, какой костюм, цвет вам нужен. Так же и с вертикализаторами. Ты их не можешь так штамповать, как они есть. Ты должен каждому индивидуально подбирать. Так же он сейчас, например, заинтересовался сейчас тем аутизмом, тоже же так вот муссируется часто. И он спрашивает, а насколько это вот важно? И трудоустраивая аутистов, видите, нюансы он, например, не учитывает, что во взрослости нет такого диагноза аутизма. После 18 у нас аутистов нет. То есть нам надо до 18 лет как можно их лучше... Нет, это по медицинской квалификации болезни, к сожалению, не могут. И вот мы сейчас матери ставим вопрос, как это так? До 18 значит он аутист, а после 18 уже нет. Ну, Боржан Марякович, например, многие уже материалы, понял то, что нужно аутистам. Они, говорю же, могут ходить, могут бегать, но нужны, например, предметы, которые нужно раскачиваться правильно. Да, вот баланс держать. Они не могут баланс держать. Вот эти он уже понял, что нужно что-то делать. Ну, вот я думаю, что по песочной терапии, то, что продукты нужны и необходимы, я думаю, что он изучает. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем, что волнует наши телезрители. Говорите, задают свой вопрос. Здравствуйте. Да, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос мне. У меня ребенка 3,5 года. Он не смотрит у меня в глаза. Но бывает иногда смотрит, в основном не смотрит. И он слишком подвижный. И речь у нас плохая. Вот как мне относится ваш центр? Потом вот как там, типа диагностки у вас есть? Ставит ли диагноз? Как нам быть вообще в дальнейшем? Ну, уважаемые телезрители, я хотела бы ответить сразу вам. Вы можете обратиться на привокзальная 85 в аутизм-центр Асалмирас или позвонить по телефону 970441, и вам дадут консультацию. Конечно, уже у ребенка чувствуется по вашим наблюдениям какая-то настороженность. И вы рассказали о тех признаках, которые должны насторожить вас. Но, знаете, был один еще из вопросов, как помочь ему, как проходит диагностика. Вы должны понять, что аутизм-центр не ставит диагноз. Это чисто медицинское направление. Только медики могут сказать при наблюдении. Здесь идет корректировка. Вы увидели какие-то признаки. Надо как можно быстрее от них избавиться. И чем раньше вы это начнете, если вы начнете прямо вот... Ребенок уже не вовремя гулит, неправильно ползает. Или какие-то уже настороженности есть, вы уже можете обратиться в АСЛМИРАЗ. А есть ли у нас в Западно-Казахстанской области такие медицинские специалисты, которые вот с самых малых лет видят отклонения или различные патологии в развитии и уже могут ставить диагноз, что это возможно проявление аутизма? Или пока все-таки нужно консультироваться с врачами из других городов? Нет. Почему? Наши тоже хорошо диагностируют. Знаете, вот в диагностике дело не в том, что... Вот самая большая, наверное, проблема в том, что родители пугаются этого. Они не хотят, чтобы у ребенка что-то было такое. Он физически крепок, красив, здоров. Обычно аутичные дети очень симпатичные. И родители не хотят это даже признавать. Но это самая большая-большая ошибка. Потому что чем вы раньше начнете, вот за три месяца уже можно увидеть результаты. И вы представляете, его так можно социализировать, что практически вот эти недуги, они не будут видны. И родители чем быстрее обратятся. Педиатры у нас тоже первые признаки могут определить. Это не говорит о том, что ему завтра сразу поставят инвалидность по этому диагнозу. И там каждый ярлык будет вешать. Ни в коем случае. В Ассалмирасе у нас два диагноза, которые прошли обучение. Они могут продиагностировать по специальным протоколам и уже подсказать, что да, нужно заниматься. По какой программе, есть шесть программ, по какой программе именно им нужно заниматься. Я думаю, что ничего страшного. Мирот Булатанов, я хочу напомнить события недавних лет. Наш земляк Даниэр Елеусинов выиграл олимпийское золото. Мы все были несказаны этому раду. И когда он вручил вот этот сертификат на энную сумму для именно общественного объединения Батирек, об этом написали все СМИ Казахстана. Он приезжал сюда, он посетил ваш центр. Скажите, насколько важно было внимание такого известного деятеля, чтобы эту проблему помощи детям с особыми потребностями вывести на новый уровень? Ну, сразу Роман скажу. Даниэр Елеусинов – это звезда. Она будет звездой, останется звездой для всех. Я думаю, тот шаг, который он сделал, это, ну, знаете, один из лучших, наверное, в его жизни будет. Потому что любая помощь для особых детей, она останется, она будет. И, знаете, ну, какой-то, я думаю, что это большой вклад. Потому что транспорт, он ездит, он обслуживает. У нас не было проблем, например, нигде в регионах не было, чтобы аутичных детей возили на инвентоксии. А у нас такая возможность была. Я знаю, что какое-то оборудование вы приобретали. Скажите, сейчас оно используется для помощи вот именно детей с аутизмом? Практически все, абсолютно все. Но хотелось бы тоже отметить, что при поддержке предпринимателей не только Даниэра Елеусина, но и других предпринимателей у нас есть оборудование, которое стоит… Ну, вот некоторые приходят и говорят, ну, не может такое, чтобы эта кушетка стоила 2,5 миллиона. Всем нужно понимать, что оборудование, которое для реабилитации детей, оно очень-очень дорогое. Казалось бы, обыкновенная качалка, но она учитывает все, и она по авторской лицензионной программе, или, как там сказать, по сертификату, она продается очень дорого. По идее, наши мастера могут говорить, я могу ее за 20 тысяч делать, но нам-то без сертификатов не разрешают заниматься, и мы ее покупаем за 500-700 тысяч. И тот же вот вертикализатор, который вы говорите, он по себе стоит очень дорого. Миллион, миллион восемьсот, миллион шестьсот. Бржан Морякович их делает за 360-380, но так как он еще не настолько наработал опыт, что ли, там тоже есть нюансы, которые мы не можем всегда использовать. Поэтому нам приходится дорогие оборудования покупать. Мирот Булатан, вы сказали интересную вещь, социализация проходит в центре аутизма. Скажите, кто проводит занятия с детьми, насколько эти специалисты проходят различные обучения, насколько они современные тенденции узнают, и как строится все-таки вот этот степ-бай-степ, шаг за шагом все-таки день и курс лечения, как он можно назвать его? Ну, я сразу хочу сказать, что я горда тем центром, который был создан у нас в Уральске. Конечно, и не только собой, но и теми специалистами, которые работают. На данный момент у нас 27 специалистов. Это и Батерек, я говорю, и Асал Мирас. Если говорить о Асал Мирас, то там 7 специалистов, которые прошли обучение в Астане. Они уже считаются клиническими педагогами, именно работают в этом направлении коррекции. Они проходят обучение постоянно, повышение квалификации. Я думаю, что это большой-большой плюс. А вот те родители, которые могут посмотреть на эти занятия, могут ли они использовать их в домашних условиях, применять похожие практики? Или все-таки лучше, когда родители посещают лично ваш центр с детьми? У нас, получается, дети те, которым сложности есть и в передвижении, сложности в коммуникации. Поэтому они на занятия приходят в большей части с родителями. Каждый раз я говорю, что 98% победы ребенка над своим недугом, это зависит только от родителей. 98% и всего лишь 2% ему поможет специалист. И вы представляете, это какая рутинная, огромная, большая работа. Поэтому родителям нужно засучить рукава и понимать, что с детьми нужно заниматься. Приходят очень сложные дети, те, которые не могут социализироваться в обычных школах. Естественно, вы представляете, как нужно работать. Да, у нас обучение родителей тоже проходит, родитель тоже может заниматься дома в домашних условиях, потому что без этого невозможно добиться успеха. Я знаю, что права детей инвалидов, различные потребности сейчас более все-таки рассматриваются, все более становятся востребованы. Я знаю, что раньше у нас даже не были оборудованы поликлиники, различные торговые дома. Скажите, вот за последнее время, что изменилось? Как Уральск адаптирован все-таки для проживания детей с особыми потребностями? Куда все-таки можно сходить с такими детьми? И где существуют проблемы? То есть, если человек хочет пойти в кино, в игровые какие-то развлекательные центры, где можно попасть без проблем? А где все-таки существуют различные препоны? Ну, знаете, по доступу ведется огромная работа. От общественного объединения ОРБА, которые очень по доступу много работают, от общественного объединения общества слепых, КОС, или тех, которые с нарушением слуха, КОК. Вы, наверное, везде сейчас и желтые полоски, и пандусы видите. Оно движется. Но самая большая проблема, наверное, это сами люди. Потому что не всегда общество хочет воспринимать. Оно не понимает, что каждый человек достоин нормальной, хорошей жизни. Вот этот, если барьер мы преодолеем, это и будет уже приятие. А это самое главное, когда тебя воспринимают и принимают. Знаете, вот когда 2 апреля мы видеоролики выкладывали, слайд, информацию, то меня поразило, большей частью, конечно, в поддержку говорили, да. Но я запомнила один такой комментарий, меня удивила, и писала женщина. Я думаю, ну если она мать, то это вообще быть жестким человеком таким. Она писала о том, что а зачем помогать таким больным, убогим детям, когда у нас вокруг столько здоровых, да лучше дадим эти огромные суммы здоровым детям. Зачем мы тратим тем, которые вообще никогда не принесут пользу? Ну, во-первых, конечно, имея особого ребенка, я это воспринимаю, знаете, на данный момент, проработав уже много-много лет, спокойно. Потому что и с этим человеком нужно разговаривать. Если есть такие люди, значит, есть барьер. Скажите, Мироя Беллатовна, есть очень важная проблема, когда в различных юношеских возрастах вот те дети, которые замкнутые, неразговорчивые, начинают агрессивно себя вести, идут на страшные преступления, то есть берутся за оружие, расстреливают одноклассников. Есть ли у атистов вот тоже такая возможность, что они могут неадекватно себя вести? То есть если их не выявить, не социализировать, не распознать, могут ли они на различные такие? Ну вот, Роман, вот вы сами подвели, да? Вот глядите, если мы не будем работать с этой категорией, мы возродим, знаете, такой большой процент людей, которые будут именно с психическими отклонениями. Это очень страшно. Ну, любая категория, даже здоровые дети, если с ними не работать, вы представляете, какую группу мы воспитаем и получим. Поэтому и говорят, со всеми категориями нужно работать. Но, естественно, те, которые берут оружие, это, естественно, не больные или не психически ненормальные люди, да? Есть же среди них много же рассказов. Он был обычным ребенком, да? И вдруг вот проявляет такое, ну, может быть, окружение. Вы разве не заметили, что многие сейчас очень жестко стали друг к другу относиться? Вот сама жизнь, наверное, вот как-то делать такими людьми. Ну, все-таки нужно надеяться на лучшее, да? Нам все-таки в обычной жизни и самим стоит быть добрее. Вот и для этого, может быть, они существуют, да? Чаще улыбаться, наверное, и нести людям добро. Наверное, на вот этой ноте мы закончим сегодняшнюю нашу программу. Я благодарю председателя общественного объединения «Детей-инвалидов» Батирек Мироид Санкаеву за то, что она на чистоту ответила на все наши вопросы. С нашими телезрителями мы прощаемся до следующей недели. Программа «На чистоту» выйдет в это же самое время в следующий четверг. Оставайтесь на телеканале ТДК-42. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова